МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Первый карагандинский новости. В студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Случаи массовой гибели рыбы в реке Сарсура следуют экологи и егеря. Местные рыбаки заявляют, что всему виной промышленные отходы, которые в реку сбрасывают одно из предприятий. Картофеля в Карагандинской области достаточно. А нынешний рост цен произошел из-за большого экспорта. Об этом заявил руководитель областного управления сельского хозяйства. Лучшего киберфутболиста определили в Караганде. На базе футбольного клуба «Шахтер» состоялся первый киберфутбольный турнир. В финальных матчах сразились 16 участников. Сотрудники Департамента экологии и территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира расследуют случай массовой гибели рыб в реке Сарсу в Улутаусском районе. Поводом для расследования послужило любительское видео, которое в соцсетях разместил местный рыбак. Короче, приехали на Плеса, на Тюймонаковский. И рыбу руками собираем. Карась, сазан, сколько вон рыбы, мелочи, все почему-то на берегу. На этих кадрах любительской видеосъемки запечатлена мертвая рыба. Местные жители обвиняют предприятие «Жалтербулак», которое якобы сбрасывает в реку кислоты, использованные при обогащении золотоносных руд. В настоящее время на место выехали специалисты Департамента экологии и территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира. Производится отбор проб воды. Наши специалисты выехали для установления факта. То есть, в каком объеме, какая рыба погибла, определять участок, где это произошло. То есть, пока так. Экологи возьмут на анализ воду, соответственно, из-за чего это произошло. После этого будут сделаны выводы, из-за чего произошло, какие причины вызвали гибель рыбы. Вместе с тем, на предприятии «Жалтербулак» сообщили, что у них в производстве не используется кислота. Кроме того, применяется замкнутый цикл производства, что исключает попадание сточных вод в природные водоемы. О причинах гибели рыб специалисты обещают сообщить после всестороннего анализа. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Угольный ажиотаж в Карагандинской области значительно снизился. Это отметили компании, реализующие твердое топливо. Если в начале месяца в очередях стояло по 250 большегрузных машин, то сегодня загрузку ожидает не больше 60 грузовиков. 26 октября компания «Шубар-Коль-Кумэр» пригласила журналистов на угольную базу. Еще три недели назад здесь стояли сотни грузовых машин, ожидая своей очереди на погрузку угля. Большинство грузовиков приехали из других областей страны. По мнению властей и руководителей угольных предприятий, этим и объясняется ажиотаж, а никак не дефицитом, которого в принципе и не было. Сегодня на угольной базе «Жалан-де-Отан» работает 4 погрузчика и 2 единицы весового оборудования. В день сюда прибывает 21 вагон угля с «Шубар-Кульского» разреза. Тонна угля отпускается с базы по 10 тысяч тенге. Время ожидания составляет несколько часов. «Мы свои планы, обязательства, которые у нас поставлены, мы выполняем, даже перевыполняем. На сегодняшний день по региону, по Казахстану мы отгружаем где-то 180 вагонов для коммунальных бытовых нужд. Ежедневно. И мы и в Караганду поставляем, южный регион, северный регион. Но свои обязательства, планы мы выполняем в среднем 180 вагонов мы ежесуточно в Грузии». По словам руководителя компании, востребованность шубар-Кульского угля объясняется его хорошими характеристиками – высокой калорийностью и низкой зольностью. Свою роль в угольном ажиотаже сыграли и перекупщики. Работу с ними намерены провести в Карагандинском городском отделе предпринимательства. В целом ажиотаж вокруг угля идет на спад. Андрей Тенжасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Картофеля в закромах Карагандинской области достаточно. Такое заявление сделал руководитель областного управления сельского хозяйства. В региональной службе коммуникации обсудили актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса Карагандинского региона. 311 тысяч тонн картофеля собрали в этом году карагандинские фермеры. 742 тонны заложено в стабилизационном фонде Карагандинской области. По мнению властей, этого количества хватит, чтобы избежать необоснованного роста цен в межсезонье. Что касается нынешнего роста цен на картофель, то на это повлияло сразу несколько факторов. Их озвучил руководитель областного управления сельского хозяйства Юржан Беккожин на традиционном брифинге. У нас приехали покупатели из соседнего Узбекистана. Также не было картофеля в момент, скажем, 20 назад не было картофеля в Алматинской области. И много картофеля у нас ушло в Алматинскую область. И только в Узбекистан 7500 тонн картофель было. Они закупали прямо, можем сказать, с полей, с колес и подняли немножко цену. На сегодняшний день экспорт картофеля из Карагандинской области прекращен, заявляют власти. И все благодаря тому, что в Узбекистан и Южной области Казахстана начал поступать картофель из России и Белоруссии. В настоящее время управление сельского хозяйства работает над тем, чтобы снизить розничные цены. Если вдруг снова начнут расти цены, мы заключили меморандумы по прямой поставке в магазины. Например, большие супермаркеты на рынке, ниже рыночных на 20% будут отпускать наши фермеры картофель. Ну, дальше там немножко логистика. То есть, эта цена, скажем, будем, как можно сказать, удерживать эту цену. На брифинге также шла речь о модернизации машино-тракторного парка сельхозпредприятий области. За 9 месяцев года приобретено около 400 единиц сельскохозяйственной техники. До конца года планируется купить еще 143 единицы. Это позволило собрать неплохой урожай, даже несмотря на неблагоприятную погоду. Мирамгуль Салкимбаева, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Лучшие первичные партийные организации НОРОТАН определены в Карагандинской области. Три лучшие первички примут участие в финальной стадии республиканского конкурса, который пройдет в Астане в декабре. 31 первичная партийная организация принимала участие в областном туре конкурса. Каждая первичка оценивалась по таким критериям, как степень участия в реализации партийных проектов, внутрипартийная работа, инициирование гражданских инициатив, работа с молодежью и оценка руководителя первички. По словам первого заместителя председателя областного филиала партии НОРОТАН Кадиши Аспановой, данный конкурс активизировал работу первичек. Ежегодно, благодаря проведению этого конкурса на лучшую первичную партийную организацию, мы два года подряд, наши организации первичные занимают, заняли второе место, третье место на республике. И надеюсь, в этом году мы займем первое место на республике. В Карагандинском регионе работает самое большое количество первичных партийных организаций – свыше 500. Из-за такого количества определить победителя было непросто. На область нам было очень сложно, потому что все работы очень хорошие, и сейчас есть возможность качественно подходить. То есть оформление первички, уголок первички обязательно. Вот я сама посетила Казахтелеком, они сделали уголок первичной партийной организации, где есть полностью информация, как работает филиал партии, как сама партия работает, какие нормативно-правовые документы, что нового, какой новый формат работы. И мы стараемся с нашими первичными партийными организациями внедрять все время новые формы работы. Они сами на местах предлагают. По итогам областного этапа конкурса лучшими стали три первичные организации в разных категориях. Это октябрьский филиал Карагандинского деревообрабатывающего комбината, филиал Казахтелекома района имени Казабекби, а также первичка Темиртаусского дворца культуры. Им вручены дипломы и ценные подарки. В декабре победители примут участие в финальной стадии республиканского конкурса, который пройдет в Астане. Андрей Танжас, Улан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Торговая сеть «Скиф» снова радует новыми акциями. Только с 23 октября по 5 ноября. Бедро куриное «Мираторг» 750 грамм 539 тенге. Горошек кукуруза «Карада» 425 грамм 199 тенге. Мука высший сорт «Алтын Дан» 2 килограмма 259 тенге. Кондиционер «Вернель» 1,82 литра 819 тенге. «Скиф» просто сравни цены. К другим новостям. Проблемой подростковой преступности озадачились областные власти. Не так давно заседание межведомственной комиссии провел глава региона Ирлан Кушанов. На заседании были даны поручения проработать вопросы профилактики подростковой преступности на совместном совещании. Одно из таких состоялось в Департаменте внутренних дел. 413 фактов продажи алкогольной продукции в ночное время и 340 случаев продажи сигарет несовершеннолетним зафиксировали полицейские Карагандинской области с начала года. Стражи порядка уже не раз заявляли, что предпринимателей, злостных нарушителей, необходимо лишать лицензии на торговлю алкоголем и табаком. Не случайно в работе круглого стола приняли участие представители налоговой службы и областного суда. По словам начальника областной местной полицейской службы, вопрос с лишением лицензии практически решен. Уже в первом чтении постановления Верховного суда уже установлено, что мы имеем право составлять административного протокола именно на хозяев этих торговых точек, этих супермаркетов, магазинов и направлять материалы в суды для того, чтобы дополнительно к этим санкциям, возложенным штрафом, допустим, он сейчас уже не как физическое лицо в отношении право, который мы составляли, там 20 мрп, допустим, да, теперь 40 мрп и дополнительная санкция, то есть будет применяться судами при остановлении или лишении лицензии на реализацию алкогольной продукции или табачных изделий. Другой немаловажной проблемой является практика оформления и направления несовершеннолетних, совершивших преступления, в организацию образования с особым режимом содержания. Спецшкола находится в поселке Белоусовка в Восточно-Казахстанской области. С начала года за совершение уголовного преступления задержано 155 несовершеннолетних, причем в отношении 111 подростков уголовные дела были прекращены за примирением сторон, в том числе в порядке медиации. Судебная практика показывает, что лишь единицы несовершеннолетних, лишь за совершение особо тяжких преступлений, изолируются от общества путем направления их в места лишения свободы. Остальные осуждаются условно, либо к ограничению свободы. Многие из них продолжают свои противоправные действия. Иначе говоря, налицо оборотная сторона гуманизации уголовного законодательства. Подростки начинают чувствовать свою безнаказанность. Участники круглого стола приняли совместное решение, в частности, применить судебную практику по помещению несовершеннолетних преступников в школу-интернат для несовершеннолетних. По мнению полицейских, это сократит количество подростков-лицидивистов, окажет действенную эффективную меру в профилактике правонарушения среди несовершеннолетних, а также содействует разобщению подростковых группировок. Андрей Тен, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Казахский драматический театр имени Сакена Си Фулина к 350-летию великого оратора, посла и общественного деятеля казахского народа поставил спектакль под названием «Казбекби». Его премьера состоялась на открытии 86-го театрального сезона юбилейного года в истории Казахского драматического театра. Зрители Республики уже по достоинству оценили спектакль. Успех был грандиозным. Аскетичная сценография художника-постановщика Есенгали Туякова, главного художника Казахского государственного академического драм-театра имени Мухтара Уэзова, дает возможность зрителю фантазировать, но не снижает пафос сценического воплощения. На сцене мост, на котором встречаются судьбы героев. Над спектаклем работала вся труппа театра. «Когда меня пригласили работать над этим спектаклем, было трудно решиться, ведь Казабекби – это махина, огромный пласт нашей истории. Это не просто постановка 350-летию нашего земляка. Мы стремились раскрыть душу Казабекби, сделать спектакль на высоком уровне». Труппе театра это удалось. На спектакле присутствовали ученые-историки, которые приехали из разных стран на международную научно-практическую конференцию, посвященную 350-летию Казабекби. Этот год особенный для всех казахстанцев. Мы встали на путь модернизации общественного сознания, и этот путь мы проходим через осмысление исторических истоков. Казабекби для казахского народа в первую очередь символизирует правосудие. Он прославился как талантливый политик и тонкий дипломат. Сценическая площадка помогла ученым рассмотреть Казабекби через призму современности. Актеры театра вместе с режиссером постановки, лауреатом международной премии имени Чингиза Айтматова Куандыком Касымовым постарались показать в спектакле тяжелые времена для казахского народа. Времена борьбы против жунгар. И роль Казабекби в сохранении национального единства. Спектакль «Каздаусты Казабекби» не оставил гостей равнодушными. Тому подтверждение бурные аплодисменты, которыми отдаили актеров спектакля. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Областной конкурс поэтов-воспевателей Бухари Кейнджерлайда прошел в Караганде. В этом году мероприятие проводится в десятый раз. Требования к конкурсантам решили ужесточить. Возможно, именно поэтому и участников состязания было вдвое меньше. Ежегодный областной конкурс поэтов-воспевателей в этом году был посвящен 300-летию Абалайхана и 345-летию Бухар-Жирау. Мероприятие собрало более 50 участников из всех районов области, также студентов и даже учеников школ. Между тем, организаторы озадачены тем, что желающих принять участие в конкурсе с каждым годом только уменьшается. Если в прошлом году состязались более 150 поэтов, то в этом году их стало значительно меньше. Это мероприятие проводится уже в десятый раз. В традиционном конкурсе в этом году приняли участие всего 56 акынов. Все они из Актугайского, Шетского районов и городов области. В первом туре конкурса участники прочитали наизусть стихи Бухар-Жирау. Уже в третьей части акына исполнили поэмы-импровизатора, положенные на музыку на дамбре, кобызе и других музыкальных инструментах. Стоит отметить, что в нынешнем году организаторы ужесточили требования. Раньше мы допускали на конкурс только тех, кто читал наизусть 10 произведений акына. Но в этом году мы увеличили до 15-20 произведений. Все члены жюри были согласны и думаю, что наши конкурсанты справятся. Учениц 11 класса Назым Максуд участвует в конкурсе впервые. Утверждает, что прошла серьезную подготовку и сегодня готова исполнить сразу два терме. Я приехала из поселка Ботакара. В этом конкурсе участвую впервые. Я две недели готовилась к мероприятию. Думаю, все пройдет хорошо. Всем желаю удачи. В завершении областного конкурса поэтов-воспевателей Бухари Кенжерлайда победители были награждены денежными подарками и сувенирами. К слову, организаторы уверяют, без внимания не остался никто. Верунгуль Салкимбаева, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. 29 октября по всему Казахстану отмечается праздник людей с отзывчивым сердцем – День опекуна. На сегодня только в Караганде под опекой и попищительством, а также на патронатном воспитании находятся около 700 детей. Накануне праздника карагандинские опекуны собрались в школе искусств номер 2. Решение взять на воспитание детей-сирот каждому приходит индивидуально. Но всех собравшихся объединяет одно – желание помочь ребенку адаптироваться в обществе, не дать ему остаться наедине со своим горем. Кымбат Валиева впервые на таком мероприятии. В 2003 году она взяла опекунство над своей племянницей Анастасией, когда та осталась без родителей. Мне это помогает органы опеки. Вот сразу стали свидетельствовать, что вам надо прийти. Эта школа помогает. С 2011 года, согласно постановлению правительства Республики Казахстан, утверждены правила назначения и размеры выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей. Опекун – это не профессия, это веление сердца. Владлена Най в этом году открыла семейный детский дом. Она воспитывает троих своих детей и четверых, которых взяла под свою опеку больше восьми лет назад. Ну, я работала в общественной организации волонтером. И тогда, когда я соприкоснулась уже с этими детьми в детском доме, у меня возникло желание взять определенных детей к себе домой. Вот тогда и начался мой путь такой приемной мамы. На праздники собрались не только опекуны, но и социальные работники школ города. Этот день проводится по инициативе таких общественных организаций, как «Голос ребенка», «Союз опекунов Казахстана» и «Лига женщин». В этот день мы хотим сказать слава благодарности людям, которые берут под опеку детей, занимаются их воспитанием, дают им свою любовь. В этот день благодарность от Акима города получили опекуны, которые внесли вклад в воспитание и развитие своих подопечных детей. Благодарственными письмами были отмечены и учителя, социальные педагоги школ. Учащиеся школы искусств номер два поздравили собравшихся большим праздничным концертом. Сергей Высокозов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. В футбол можно играть не только ногами, но и руками, если в руках джойстик. Впервые в Караганде состоялся официальный киберфутбольный турнир. В отборочном туре приняли участие 128 геймеров. В финальную часть прошли 16 участников. Победитель определился 27 октября. Каждый год в мире растет интерес к киберспорту. Турниры стали показывать по телевидению. Денежный оборот внутри индустрии растет с каждым годом. И вот этот спорт нефизических достижений дошел и до Караганды. 16 участников финального тура первого киберфутбольного турнира выясняют отношения на виртуальном футбольном поле. Среди участников команда из Жасказгана. Киберспортсмены признали, что в финале собрались самые сильные соперники. Примечательно, что соревнуются участники в игре FIFA 2018. Многие тренировались на более ранних версиях. Оказывается, есть разница. Как говорят, конечно, разница там большая в плане защиты. Опять же, переходить с FIFA 17 на FIFA 18, это, говорит, очень тяжело, особенно в защите. Я сам пару раз попробовал сыграть, но действительно это не так легко. Поэтому, думаю, еще привыкнуть. Организаторами турнира выступили футбольный клуб «Шахтер» и сеть магазинов по продаже электроники. По их словам, главная цель – развитие киберспорта в Карагандинском регионе. Мы очень уверены, что данное направление будет развиваться в спорте. И наши участники сегодняшнего соревнования, думаю, достойно участвуют даже на международных соревнованиях и занимать те же призерские места. Победитель турнира стал обладателем кубка и главного приза. В качестве поощрительных призов организаторы подготовили диски с играми и джойстики. Стоит отметить, что в некоторых странах киберспорт признан официально видом спорта, что дает еще один толчок для роста индустрии. А недавно Азиатский Олимпийский совет объявил, что киберспорт включен в программу азиатских игр 2018 и 2022 годов. Нынешний киберфутбольный турнир, возможно, станет отправной точкой для наших будущих чемпионов. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Первые поражения в матче выездной серии. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» провел очередной матч. В Сарове наша команда встречалась с одноименным клубом. Итог встречи 4-2 в пользу хозяев площадки. Интрига и накал борьбы зашкаливали в Саровском ледовом дворце на матче регулярного чемпионата ВХЛ. Саровчане с первых минут продемонстрировали все свое гостеприимство, забросив в первом периоде три безответные шайбы в ворота «Сарарки». Лишь во втором периоде карагандинцам удалось отыграться. На 34-й минуте матча Исаак Валецкий распечатал ворота хозяев. Следом за ним через 4 минуты игрового времени в ворота «Сарарки» влетела четвертая шайба. А буквально через минуту Валерий Поляков забросил вторую шайбу в ворота «Саровчан». К сожалению, в третьем периоде карагандинцам не удалось сократить отставание. И все из-за удалений. Я думаю, два периода, конечно, мы взяли игру в свои руки. Какой-то немыслимый четвертый был, как-то он там оказался, наехал соперник. Ну, а в третьем периоде, конечно, удаление не дали нам возможность сравнивать, сократить. Никаких претензий к ребятам нет. Все старались, бились то, насколько мог. Поэтому вот так вот это у нас... Мы немного проигрываем, но это для нас первое поражение, которое с разницей больше, чем в одну шайбу. Поэтому как-то мне так вот... Следующий выездной матч карагандинская команда проведет в Казани 27 октября в гостях у местного клуба «Барс». Марат Акишев, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Аман Сауголмстер. Субтитры подогнал «Симон»!